Всем привет! Добрый день, друзья! Меня зовут Ева. И я Александр. Мы снова поехали на дачу. Сегодня у нас какое? Сегодня у нас 3 мая. Сегодня пятница. Да, сегодня 3 мая 2024 года. Это не перезаливка, это наше свежее. Можно различать по прическам. Сейчас я с коры хожу в этом году. До этого у меня каскад был. Можно смотреть под видео. У меня всегда на старых видео пишется 2022-2023 год. А еще можно на канале, на обложках, на значок видео, который, там на новых всегда я тексты. То есть пишу название, заголовок. А на старых нету. Просто там слайд, фотография. Друзья, зато у меня на всех клипах одна и та же прическа. Стандартная. Это точно. Сегодня я поеду за рулем. Вообще мы оба ездим на этой машине. В основном я на работу всегда езжу. Саша ездит меньше на работу. Покупали машину мне на подарок. Ага, конечно. Тебе на подарок, конечно. На юбилей, ну что? Короче говоря, сейчас я захватила руль. Говорю, я хочу. Но я люблю ездить. Саша, для него это не кайф ездить за рулем. А я обожаю ездить. Ну, недолго, конечно, устаешь от этого. Говорили, говорили. Все. И сейчас я поеду за город. Так что сегодня проведите опять снова с нами этот день. Давайте вперед. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У нас тут есть скважина общественная. Водичку. В прошлый раз не работала насос. Сейчас набираем воду. Ну что, друзья, все, мы приехали. Счастливые. Ну, давайте пройдем немножечко по саду. Ой, какая примула. Расцвела. Она так хорошо еще не цвела. Либо я ее не застаю. Она потихонечку разрастается. Было две у нас, погибла вторая. Тут у меня хвост тоже вылазит. Мускари. Мне подсказали? Мускари. Ой, что это такое здесь? Бедные цветочки. Проросли сквозь листик. О, я их освободила. Красивые. Надо фотографии сделать. Красивые фотки делаю. И выставляю где-нибудь. Вконтакте. Там бадан сушитит. Хорошо бадан разрастается сушит, Саша. Тут у нас наша... Ты уже пошла в рост. Наша пьяная горная глаука. Вон какие. Перелился, да, немного? Тюльпа. Она у нас зацветает. Здесь немного паутень, поэтому позже. А вот здесь, на самом солнце. Вон они. Какие. Это уже мои. Это уже махровые я покупала. По-моему, да. Махровенькие. Тоже сделаю фотографии сейчас. Посмотрите, у нас какая пихточка. Сейчас я обойду немножко. Это тоже что-то, видимо, от ветра. Надо его поправить будет. Ладно, потом поправлю. Может, побольше замотаю. Вся в побегах наша пихточка. Вот она какая. И она выросла. Я же ей, кто нас давно смотрит, помнит, как я тут ей шину накладывала. У нее была обломана верхушка, когда мы ее купили. И я ветку, которая рядышком была, она ее выпрямляла с помощью шины. И вот она какая большая, вымахала вот эта ветка. Все, Диорин у меня потихонечку распускает. Медленно, но верно. Здесь у нас самое такое хорошее место. Оно и подветренное, от ветра закрыто. И в то же время на солнышке. Ну, что тут у меня? Это няпонская спиро и кота. Пообрезала я ее. Здесь, конечно, много побегов. Не знаю даже. То есть сделать из нее обычный куст. Пусть они все растут. Вот так мне хотелось ее на штамбе. Ладно, пусть пока сидит, посмотрим. Чеснок. Надо отсюда его выкопать нафиг. Ой, это как и абриета начала цвести. Тут ничего, никаких изменений. Тут у нас уже вон еще. Слушайте, я же так и забыла. Я не прошлась по почкам, по этим клещевым. Надо оборвать сегодня обязательно. Все, уже распустились все смородины. Вот там я между смородинами, вот там, посажу гортензию свою, которую купила. Конечно, мне не очень нравится, что она между смородиной. Но как-то не в тем. Гортензия все-таки должна на декоративном участке быть. Ну, посмотрим. Пока пусть там, потому что я даже не знаю. Может быть, я и правда другое место приду. Может, вот сюда, а то и посадить. Лучше. Там у меня лилии. Лилии. Ну, лилии, в крайнем случае, потом, если они будут в руке мешать, можно будет пересадить. Может быть, лучше действительно вот здесь гортензию посадить. Здесь вот этот страшный забор закроет. Она, правда, не очень большая вырастает. Но, тем не менее, это круто. Я такие сорта повыбирала как раз, которые маленькие. Они же есть вообще там до двух метров. Ох, какой цвет у нас набирает уже сливы. Хорошо. Тут тоже все у нас цветет, растет. Все замечательно. Хоть и холодно. Сейчас вот эти дни у нас, как вот жара прошла, все. Дни у нас сейчас прохладные, холодные. Тут тоже много тюльпанов. Не выкопала я их. Да, они вон везде дни ульпанов, нарцисс, пускай будут. Сербская. Сербская, кстати, обрастает неплохо. У нее очень много почек спящих. И я сейчас вот так вот в течение сезона, в ближайшее время, буду иногда подходить и вот так вот отшелушивать у нее эту всю хвою обгоревшую, чтобы свободнее было обрастать. У нее прямо на веточках, чем, друзья, отличаются ели от сосен, вот у сосен на ветках нету спящих почек. Все обгорели, то все. А вот у елей их полно. Они вот прям везде вырастают. Вон, видите, вот они, много их. Туйка. Барбарис у меня. Тоже, похоже, кончики немножко подрезать надо. Малина нормальная у меня там. Вся колосится. Абрикос. Ух ты, ух ты, ух ты. Абрикосик. Слушайте, абрикосы мертвых почек. Вот, похоже, некоторые, так же, как у персика, я читала, что у персика много почек умирают, не все. Вот абрикос, похоже, тоже иногда такое бывает, как я вижу. Ябонька у нас первый раз в том году плодоносила. В этом году тоже, наверное, будет. О, похоже, у нее ветка замерзшая. Я уже обрезала ее в тот раз. Похоже, надо быстро обрезать тоже. А может и нет, может тут листовые почки. Сейчас же пока только цветочные просыпаются на косточковых и на семечковых. Мне кажется, сначала цветочные просыпаются, а потом листовые вот пока. На этих-то еще ничего нету. Тоже этот еще слабо просыпаются почки, вот все черные. Посмотрим, пускай. У нее, по крайней мере, стволы светлые, не черные. Поэтому я трогать их не буду. Голубика у нас вся в порядке, но вот эта маленькая, нормальная. Вам, наверное, на фоне коры вообще не видно. Так, если вот так вот показать. Нет, все равно ничего не видно. Это надо вот так вот рукой. Вот они. Все хорошие. Все хорошие, все распускают с почечки. А вот этот большой, он самый плохой пришел. Мы его заказывали на Валборис. Он пришел весь сухой какой-то. Вообще стволы были зелененькие и все. Листья все опали. Вообще он у нас без листьев был. И вот, похоже, да, вот они как раз и мертвые оказались. Видимо, они уже тогда погибли. Пусть пока сидит, потом я их все обрежу, когда все распустятся листья. А здесь нормально. Вот у этого он весь зеленый был, когда мы его получили. Листья все были нормальные. И сейчас нормально. Груша в порядке. Тоже пообрезала все подмершие. Ну и нормальные все орехи тоже вроде бы. Здравствуйте. Здравствуйте. Это уже обгоревшая немножко. Но у нее я потрогала. По-моему, хвоя. А нет, тоже немножко осыпается. У нее тем более много. Это тоже ель. Много спящих почек. Видите, сколько? Вот ее есть. Ой, она колючая сильно. Недаром она называется колючая. Вот их трогать. Все, убирать надо будет. Ну так, все остальное, все нормально. Так, ну и напоследок заглянем в теплицу. Посмотрим, что там у нас. Теплички, теплички. Ну, что я жду? Я жду редиску, что ли? Конечно, она еще пока не вылезет. Прошло три дня. Ну, что у меня первым делом сейчас дом затопит. Пошел там дрова что-то перебирать, подбирать. Ну, а я сейчас пойду переоденусь, да приступлю уже за дело. Все, что сегодня у меня запланировано, как всегда, планов куча. Я в телефоне. Приложение есть. Google Keep, по-моему, называется. Я им пользуюсь уже очень давно. Там любой у тебя телефон. Если ты даже меняешь телефон, всегда заходишь в Google аккаунт, скачиваешь это приложение, и у тебя все эти записки, все сохраняются. У меня там и документы там, и все, что нужно мне запомнить, сохранить. Вообще, все, что угодно я вот там вот сохраняю. И вот пишу планы работы в саду. У меня там такая записочка отдельная есть. Вот, и сегодня вот у меня какие планы. Значит, будем делать. Буду вам снимать, показывать. Ну, все, приступаю к делу. Вот бывает у вас так. Планы одни. Только опустился какой-то сорнячок выкопать, и все. И пошло-поехало. Вот я сейчас застряла вот на том палисаднике. Буквально минут 10 выпала во весь этот чистотел, ядуванчик. Совсем не планировала это делать. А хотите сейчас, друзья, покажу вам сиамских близнецов? Смотрите, друзья. Думаю, что они так там слиплись? Хотела распутать, а они, оказывается, сиамские близнецы. Видите, вот один ствол уйдет. Вот он. А здесь он раздваивается. Вот он, раздваивается ствол. И два цветочка. Бедненькие, бедоложки. Как их так угораздило. Смотала, перемотала опять скальник. Получше сделала. Пусть еще так постоит. Сейчас стала приглядываться к Барбарису. Сейчас я вам покажу что-то. У меня же зелененький. Он такой приземистый. Он горизонтально растет, раскидистый. Вот он. Сейчас прополуть здесь надо будет еще заодно. Пообрезала кончики тоже подмерзшие. Вот еще остался тут кончик. И смотрите, похоже, он мне цвести начинает. Будет цвести первый раз. А это значит, что, возможно, будут ягодки на нем. Это хорошо. И еще вот этот Барбарис у меня. Тунберга. Он такой. Вверх растет. Но их, насколько я знаю, даже и не формируют. Он, похоже, у меня вот все эти самые высокие ветки, похоже, все замерзли. Я вот смотрю на них. Почки все черненькие на них. Похоже, да, потому что листики-то вроде бы распустились. Так что придется, похоже, их подрезать все. Ну, жаль. Я все мечтаю, когда он у меня большой будет. Похоже, что так. Решаю сейчас, друзья, пока не трогать этот... Закрывай, пусть он греется. Закрывай. Ни Барбарис, ни Абрикосы посмотрела. Там вроде как все-таки ветки с черными почками есть. И голубику пока ничего трогать не буду. Пока уж совсем уже листья окончательно, когда все распустятся, тогда уже будет все понятно ситуация. А сейчас я почки у смородины, вот эти клещевые почки, я же так не ободрала, сейчас вспомнила. Думаю, надо же, сейчас первым делом, сейчас я это сделаю. Она уже цветет у нас вовсю. Уже вон шмели летают. Вон уже шмели летают. Вон она, шмель. Вот он. Вот он, толстячок. Толстячок летает, опыляет нашу смородинку. Да-да-да. А почки эти клещевые до сих пор здесь. Сейчас я их все соберу в этот стаканчик какой-то отдельно. И потом их ликвидирую. Короче, друзья, сейчас посмотрела прогноз погоды на ближайшую, вот на эту неделю, на следующую. Что-то он вообще не радует у нас. Две ночи. Одна ночь ноль градусов, две ночи минус два. Ну, дневные-то дневные там семь-девять-четыре, вот так как-то так. И клубнику мне надо пересаживать. Все усики, которые я понавыращивала. Сейчас надо в новые грядки их все садить. Ту потом постепенно. Ну, это уже после сезона. Последнюю, третью, где мне Саша будет делать грядки. Буду освобождать уже после сезона, конечно же. Ну, все молоденькие я бы оттуда уже и сейчас пересадила, если место останется. Короче говоря, все, торопиться пока некуда, нельзя. Вот холода сейчас эти ждем опять. Туда минус трех вот эти дни обещали. Но отменили. Не было минус трех, были плюсовые ночи, температуры. Ну, а сейчас снова, на следующей неделе опять никаких потеплений не ожидается. Так что торопиться не будем. Урал есть Урал, конечно. Что же еще скажешь. Мы боимся, конечно, за эти, за наши посадки, особенно за молодых. Не знаю даже. Они и так у нас немножко померли. Сейчас вот все уже распустились, и цветы, и сливы. Ну, что теперь сделаешь, ничего уже теперь не сделаешь. Что будет, то будет. Мы обещали друг другу с ума не сходить в саду. С ума сходить не будем. Что будет, то будет. Что вырастет, то вырастет. Вон, Саша, вообще сегодня ехали, говорит про сливы, про наши. Сейчас вот повернусь. Вот они на заднем плане у нас. Про наши сливы, говорит. Ну, есть они, есть. Ну, красиво, красиво растут. Деревья и растут. А то, что там есть плоды, нет плодов, говорит. Мне вообще без разницы. Ну, так, в принципе. Мы так и договаривались, что будем садить для своего удовольствия. А уже будут плоды, не будут, не знаю. Что-то у соседей жасмин или поздний. У них два жасмина разные. Один крупноцветковый, другой мелкоцветковый. Вот этот весь уже зелененький. А тот, похоже, только-только-только распускается, да. Этот вот мелкоцветковый, по-моему, у них листья мелкие. Они вот везде падают. Я все думаю, ну, на спирею, похоже на спирею. Что-то один даже кустик где-то выращивал у меня, где-то он появился. А потом посмотрела, так у нас у соседа такой куст. Ну, тут красиво они цветут и пахнет. Вот этот крупноцветковый у него и листья, и цветки крупные. А я сейчас пойду выкопаю чеснок, где мне не нравится, где он сидит. Если он, короче говоря, вот, например, вот сидит в клубнике. Видимо, я его забыла выкопать. Они остались и проросли. Вот их целая охапка. Они же все равно сейчас нормальными не вырастут в куче. Вот там вот в другой грядке то же самое. Ну, и так я по огороду сейчас тоже, похоже, пособираю. Не хочу, чтобы они где-то не попади росли. Вот. Если где-то крупный, то съедим мы его свеженький. Там у нас и так уже в прошелгодний половина высохла. Надо повыбрасывать. Будет. Поэтому. Ну, и потом, наверное, я примусь за прополку. Я посмотрю свой план. Не помню. Что-то, может быть, и с планом буду делать. А если нет, значит, возьму за прополку цветничков. Ну, все, повыкапывала я чеснок. В клубнике, вот в этих грядках, ну, вот здесь, где я показывала, оставила по одному. Ну, вдруг они вырастут. Ничего страшного. Они для клубники как раз в пользу будут. То есть, рядышком повырвала более худенькие, и один нормальный оставила. Пускай сидит, растет, хотя они, наверное, получаются так. Если там остался этот... Нет, они как раз будут нормальные двухлетние, потому что они же из зубчика. Это, считаю, у меня не выкопанные остались, и они, получается, из зубчика. А из зубчика они уже двухлетние считаются. То есть, они будут уже полноценно нормальным чесноком. Вот. И у меня там грядка чеснока. Вот. Вот она. Вот она вот эта. Все. В остальных местах, где не попадя были, поубирала. Вот здесь вот еще, по-моему, пропустила чесночок. Да, и вон там. Сейчас тоже уберу. Вон там оставила четыре штучки. Тоже лишние убрала, потому что грядки неизвестно будем мы там делать. Не будем еще пока в этом году. Пускай они там растут. Жалко как-то их. Вот здесь вот были чеснок. Вот здесь был. Весь повыдирала. Здесь, потому что у меня газон. Здесь он мне нафиг не нужен. И вот, друзья, посмотрите, сколько. Не знаю, что с ним делать. Есть как-то его не очень хочется. Я его пока положила вот здесь вот. Но все-таки чеснок... Ух ты, как запахло чесноком. Положила я его, Саша, вот здесь. Пусть он здесь эту среду бактерицидную создает. Вот, все-таки это чеснок антибактериальный. Против всякой заразы. Пускай здесь лежит, пока потом его выброшу. Такой прям запах стоит. Там же тепло в теплице. Несмотря на то, что на улице не тепло, а в теплице все равно тепло. Потому что солнышко иногда выходит и греет тепличку. Вот, поэтому забыла отдать эту штучку-то у меня. Мужа попросила градусник у нас. Осломались ушки. Вот, я говорю, возьми меня на проволочку, прикрути его. Потому что там температуру все-таки смотреть надо. Мы им пользуемся постоянно. Все, сейчас он его закрепил на палочку, на ту же самую. И обратно его сейчас повесит. Муж зашел в теплицу-то. Градусник-то делал. Вышел, а там чесноком пахнет. Вышел, говорит, слушай. Я теперь так есть захотел. Вообще, давай иди быстрее. Ставь греть обед. Что, говорит, чеснок? Запах чеснока так вызывает аппетит, что ли? Я говорю, ну, вообще-то время как бы уже подходит. Он-то рано сегодня завтракал. Я-то часов, наверное, в 9, а он с 8 сегодня работал. Поэтому завтракал рано, поэтому уже голодный. Сейчас обед поставила. А муж у меня занялся баней. У нас грандиозные планы в этом году. И мы о них, наверное, в заключении, в конце, в самом расскажем. Что у нас, какие планы по поводу нашей бани. Мужа хоть поснимаю, а то совсем... Ты, говорит, только ходишь и болтаешь. А то видео снимаю, а то с сестрой голосовые отправляю. Наконец-то он занялся банькой. Сейчас все повытаскивает. Все в мебель. У нас тут бутылка водки есть. Бутылка водки? Да ты что? Так она до следующего моего дня рождения... Она с моего дня рождения же стоит. Ну вот так уже следующий день рождения уже скоро. На носу буквально. Вот. Год простояла. Нормально. У кого еще год стоит водка? Только у нас. Вот до следующего дня рождения она и будет стоять. Ты не тем боком выносишь. Ну вот уже у нас беседка преображается. Саша нашел мне доски для шпалер. Говорит, я тебе их все... Как это называется? Ну, короче, с помощью соседа распилит. Там у него пила есть. Циркулярная. Вот мебель вынесли. А помните, какие у нас подушки сшиты у меня? Шикарные мы эти кресла. Скоро все это вынесется. Будем тут сидеть. Да, пока не погода. Были в костерами, опять забыли трубу купить на замену. Все время. Уже два раза были после этого ее. И два раза забыли ее купить. Мы, друзья, пообедали. Саша принялся. Что ты сейчас рассказываешь? Что будешь делать? А, ты доски сейчас все хочешь поснимать, да? Конечно, надо же там снимать потолок. А зачем ты его хочешь весь снять? Ну, мне же надо найти, где бежит вода. Как я так знаю, где что? Надо сейчас снимать все и глядеть. Ну, может быть, не все где-то сохранишь. Не знаю, сколько с ним, сколько с ним. Я, друзья, совсем забыла показать то, что мы купили в костерами-то. Обещала. Вот такие два ведра антисептика. Про ремонт. Орех. Цвет орех. Мы им же и покрывали дом. А сейчас, друзья, я буду лечить нашу конику. Вот она у нас снова в очередной раз обгорела. Так, ну и что же я буду с ней делать? Чем я буду ее лечить? Лечить я ее буду и под корень, и поверху брызгать. Под корень вот у меня здесь приготовлена, значит, лейка воды. Сейчас холодно, поэтому я хочу ее кипяточком немножко разбавить. Так, кипяточком. И у меня вот такое вот удобрение. Радифан называется. Это активатор роста и развития корневой системы быстрого восстановления и ускорения пересаженных растений. Вот. У меня здесь его 10 миллилитров, а нужно 10-20 миллилитров на 10 литров воды. Но можно и больше. Ну вот у меня. И я сейчас его на это ведро разведу прямо в леечку. И поливаем под корень. Далее, друзья, я беру вот такое вот удобрение. Называется оно мегафол. Здесь у меня баночка 50 миллилитров. Его надо 12-15 миллилитров на 5 литров воды. Я намерена только конику брызгать. Пока, по крайней мере, сейчас вот у меня литр. Я сейчас также разбавлю немножко кипяточком. Потому что вода холодная. Чтобы было тепленько немножко. И вот этого мегафола я сейчас... Так, 20 разделить на 5. Это мне где-то примерно 4 миллилитров. Ну вот колпачок, наверное, вот эту крышечку. Сейчас сюда я это налью. И побрызгаю. Я там, посмотрю, может быть, еще и другие побрызгаю. Я там, посмотрю. Брызгать надо очень обильно. Я намерена весь литр полностью на нее потратить. Надо прям, чтобы все стекало. Чтобы прям все капало и лезь. Хвою, конечно, бы лучше счистить. Но я ее уже чистила, во-первых. Во-вторых, уже намочила. Уже намочила. Веточки не знаю эти, какие они. Если мертвые, придется их обрезать. Ну вот так вот все хорошо-хорошо, обильно-обильно. Ну и все, друзья, всех побрызгала. Развела 2 литра. Побрызгала конику. Побрызгала тую, вон ту нашу. Очень тоже хорошо, обильно прямо побрызгала. Немного здесь побрызгала. Потом, ну кто пострадал, того больше и побрызгала. Так, вот здесь вот, ой, что-то у нас немножко непонятно. Почему-то, главное, сзади обычно солнце. Но это не обгорело на это, что-то другое. Абрикосики побрызгала, где у нас почки там не распускаются. И этот, особенно тот, хорошо побрызгала. Ну, короче, везде-везде голубику вот среднюю, которая у нас там тоже. Веточки так, на всякий случай. Вот, потом, что я еще там побрызгала? А, ну, впроге бы все, в принципе. А, ну, барбарис немножко еще. Вот, в принципе, и все. Пошлите посмотрим, что у нас. У Саши как дела? А, я к нему так и не заходила еще ни разу. Что у тебя, Саш, там? О, разобрал весь пол. Что, сейчас глаза будут попадать? Аккуратно. Шляпа у тебя есть. Там у тебя пенопласт, да? Получается. Здесь вот капает. Там везде капает, да? Тебе надо как-то слить. Сейчас посмотрю, я тебе пойду шлангу. Тут на полдюйма, наверное, да? Да. Смотрю, что-нибудь. Друзья, мы скоро поедем к шести часам Саши на работу, на персону. Я прополола немножечко. Здесь вот почистила все прополола, весь участок. И вот тут немножко, слушайте, сколько мы привезли травы с землей. Чужой травы, которой у нас не было. Чистотела у нас по всему саду не было. Вот этой вот травы, не знаю, как она называется, вот этой, которую очень тяжело от земли очистить, тоже не было. Пырея у нас тоже не было. Но привезли кучу чужой травы. Так что со своей бороться, еще и с чужой травой бороться, которую привезли, да? Ну что, друзья, мы поедем. Нам на персональную тренировку. Работа, работа, еще раз работа. Сад это хобби, зал это работа основная. Так что Саша взялся за свою главную работу сегодня, за баньку. Ну, как я не оттягивал, а начинать надо. Ты расскажи, что ты, какие планы-то свои? Мы же не рассказывали, заинтересовали. Какие планы? Ну, планы какие? У нас, во-первых, надо найти течь, где у нас бежит вода, через крышу где-то, неизвестно где. Предбанники капают? В общем, предбанники у нас, как дождь, так у нас заливает, капает сверху вода. Надо, во-первых, найти течь, ее устранить. Ну, а там посмотрим по ходу действия. У меня появилась хорошая мысль. Дело в том, что наша баня уже 40 лет. Папа в свое время обивал баню сосной, когда не было ни липы, ни осины, как говорится. Все было по блату и дефицит. Обивали сосной. И вот сосна нас за 40 лет уже дала много-много смолы. У нас есть потолок в смоле, боковые части в смоле. И у меня появилась мысль, что демонтировать всю эту сосну, купить липу или осину. И заново обить парилочку нашу баню, но уже новым деревом, которое не дает смолы. Ну, посмотрим еще по деньгам, сколько будет стоить осина смола. Ты меня когда спросил, я тебе что сказала? У меня одно условие. Что ты еще заодно будешь делать в банке? Расскажи. Ну, там посмотрим. Ну, расскажи, что я хочу, чтобы ты сделал. Посмотрим, посмотрим. Ну, мы хотим сделать душ, чтобы можно было мыться водой, открыть кран и, значит, мыться водой. Посмотрим, как у нас будет. Не будем пока загадывать. Планы это одно. Дело в том, что у нас с саженным папой когда-то сделана подготовка под этот душ. У нас стоит бак на крыше. Там этот бак, во-первых, он стоит не для душа, а стоит для полива. Потому что эти два бака, один бак планировалось поливать эту сторону сада, а второй бак сверху, вторую половину сада. Вот и все. Ну, поэтому он выведен в баню, что ли? Ты что? Он же в баню выведен. Он в баню выведен, потому что... Потому что это для душа сделано. Ну, не для душа, а для того, что воду набирать. В баню не выводят для душа, для сада, для огорода. Ладно, все, давайте мы поехали. Спасибо, что нас смотрите. Пишите комментарии, пишите вопросы. Всем пока. Пока-пока.